Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в дракон и всадники Олуха. Так, забираем все наши награды и сразу же отправляем их на поиски. Так, на океане все тихо, слишком тихо. С сожалению докладываем, что мы не заметили драга и кинг. Может он нас не узнал в этой маскировке? Ну, может быть, может быть он вас и не узнал. Так, за рыбой. Что у нас тут еще есть в заначке? Так, вес начес, тоже пускай идет за рыбой. Так, 105 уровень, мы хотели вроде бы его прокачать, насколько я помню, да? Наверное мы продолжим тогда его прокачивать. Нам чуть-чуть не хватает, ладно, ничего страшного, пускай пока летит за древесиной. Возможно попозже немножечко мы все-таки насобираем нужное количество и сможем его прапать. Так, ну-ка давай, наверное, за рыбой. Лети-ка за рыбой. Так, что у нас тут еще есть? Так, 137 миллионов древесины. Слушай, неплохо, кстати, он нам тоже древесинкой добывает. Мне нравится такой расклад. А ну-ка посмотрим, что здесь. Ага, какая-то печать. Водорез нам приносит немножко рыбы. Этот нам, естественно, приносит железо. И, наверное, мы его... Так, отправить его сразу, наверное, да? Да, наверное, я его отправлю все-таки, пускай добывает. Так, ты за древесиной. Ты у меня полетишь за рыбой. Но давайте, орлы, посмотрим, что вы мне принесете. Этот нам приносит яйцо. Пускай летит в гнездо. И, естественно, бесплатно. Так, барсик. 8 рун. Ну, допустим. Пускай летит в академию. Так, здесь у нас что получается? 84 тусклого янтаря. Проверка. Так, граммгильды что нам приносит? Шестеренки, да? Окей, две штуки. Всеобщие приручения. Вот такую мы задачу и нарезали. Так, давай-ка заберем, наверное, здесь древесину. И посмотрим, что нам принесет беззубик. А он приносит нам 6 миллионов рыбы. Всего лишь-то. Ладно, мы его обязательно отправим дальше на поиски. Так, мы тыкву нашли? Нет, не нашли. Вот она, тыква. Мы ее забрали. Тут у нас блестящий янтарь. Кстати, мы, наверное, можем еще один, да, заказать на обмен. Так, ну, теперь давай посмотрим наших легендарных драконов. Что они нам принесут? Здесь, как всегда, ничего хорошего. Так, древоруб. Точнее, фейерверк. Какой древоруб? Ребята, а фейерверк-то, кстати, тоже нужно прокачивать. Нам осталось-то совсем немножечко. Блин. Чтобы ему уровень поднять. Я вот к чему. Что такое? Я не понял. Давай, лети. Но. Только не говори, что тусклый. Ну, а что еще ты хотел? Конечно же будет тусклый янтарь. А по итогу нам достается... Три железа. Очень много. Я его тогда, наверное, опять в приключения отправлю. Пускай летит. Здесь у нас 98 уровень. То есть прокачка идет потихонечку. Тыквиброн. Пускай идет, тренируется. Так, подожди, где у нас тут? Ага, вот они. Мало. Ну, 39 миллионов древесины, это уже поинтереснее будет. Давай, давай, давай. Нечего там прохлаждаться. Идите все и работайте. Отказываемся. И здесь тоже отказываемся от всего. Абсолютно я ничего не буду ревета брать. По завышенным ценам. Ну его нафиг. Оно того не стоит. Сейчас, сейчас, сейчас. Подожди секунду. Я... Блин, я же этих еще не проверил. Забираем. Угу. Отправили на поиски. И где наш Смутьен? А вот и Смутьен. Опа-на. Шикарно. Пускай дальше идет искать. Здесь забираем с тобой. Так, наградушка одна у нас уже есть. Грубо говоря, в копилочке, да? Давай-ка мы ее заберем. И это у нас 250 конфет. Так, почти 5000, друзья, конфет мы насобирали. Мало, конечно, этого еще. Ну что, посмотрим здесь у нас, что выпадет. Шторморез, Костолом, Громль, Крылатый Ужас, Шипорез, Костолом Дикарь. О как. Ну что же, следующий пак мы поставили на открытие. Здесь мы, наверное, заберем бесплатный загадочный пак. Монеты Одина. Громль, Костолом, Погибель Хоферсона. И чуть-чуть ресурсов. Так, из рекламного пака нам выпадают монеты Одина. Шесть штук. Древоруб, Громль, Шторморез. Ну, в принципе, и все на этом. Так, сезонный абонемент забираем. Так, ребята, и остается у нас событие. Да-да-да, сегодня у нас... Последние, так сказать, часы для того, чтобы успеть пройти событие, которое... Охота и сопротивление. Давай посмотрим. 24 часа, да, я вижу. Так, я надеюсь, что я успею сейчас его пройти. Поехали. Награды, как ты видишь, здесь обычные паки. Но, тем не менее, надо. Но через 11 часов откроется еще одно событие. Так, друзья мои, вкратце объясню, почему меня долго не было. Не то, что меня, а долго не выходили видосики. Мне заблокировали AdSense. Я думаю, что для многих это ничего не значит, но для меня это значит, в принципе, все. Можно так сказать, существование на Ютубе. Не знаю, сейчас идут выяснения причин, почему это произошло. Мне никаких подробностей не говорят. Так, подожди, мне так ощущение, что громко вроде бы как орет. В общем, ничего мне не объясняют. Говорят, что что-то нарушено. Что именно, не говорят. В общем, путаница. В общем, разбирается и моя партнерка с ними, с AdSense, ну и, естественно, я. Уже кучу документов всяких затребовали. В общем, посмотрим, к чему это все вытекет. Конечно же, будем надеяться на лучшее. Но если нет, то не знаю, ребята. Возможно, уже тогда с выкладыванием видосиков я буду завязывать и перехожу чисто на стримы. И единственное, что куда я буду выкладывать видосики, это... Это, скорее всего, у нас будет Яндекс.Дзен. Все, ребят. На Ютубе буду чисто тогда стримить. Ну, в общем, посмотрим. В ближайшее время, надеюсь, там все разъяснится. И тогда я в следующем видосике... В следующих видосиках, которые уже будут в дальнейшем, все объясню, что будем дальше делать. Ну, а пока играем. Так, ну что победа. И мне кажется, что вроде бы как громко. Громко у нас тут именно звук от игры идет. Ну что, крутим колесо и забираем... Древесину. 75 миллионов. Так, хорошо. Забираем загадочный пак. Давай посмотрим. Ага, посмотрим. Он у нас полетел на почту. Хе-хе-хе. Ладно, ничего страшного. Ну что ж, давай посмотрим теперь... Кто у нас тут? Ага. Две волны здесь будет. Так, ну я, пожалуй, начну с этого мелкого. Мне он не нравится. Мне он не нравится. Его надо наказать как можно быстрее. Даже добить. Есть, молодец, шторморез. С крита его убрал. А вот это, да, этот любитель у нас позамораживать. Давай дебаф. Что-то он какой-то слишком быстрый, да? Два раза успевает сходить. Так, мы его вырубили. И последняя волна здесь у нас... Так, мелкий громель и ужасное чудовище, да? Я, наверное, с ним, пожалуй, в первую очередь разберусь. С этим я успею поквитаться. Так, уклонение пошло. Добиваем этого сосунка. Делаем здесь дебаф. Укус. Ну, в принципе, он ничего сделать нам не сможет. Такого серьезного. Упс. Забираю свои слова обратно. Может, если захочет. Но ему в любом случае уже, ребят, край. Давай-ка крутанем колесо. Заберем. Опа. Мы с тобой получаем пак. Необычный. Плюс тысячу тусклого янтаря. Окей. Тысяча штук. Дальше у нас поединок. В общем, остается всего лишь три поединка. Как раз, ребята, на всю нашу оставшуюся энергию. Ну, награды такие. В принципе, и сами по себе события не особо-то сложные, да? Ну, хотелось награды, конечно, бы пожирнее. Так, я, пожалуй-ка, наверное... Слушай, хотя этот тоже у нас сильный. Он же у нас фаербольщик. Нет, он не фаербольщик. Он у нас пламенем шпарит. Точно. Поэтому... Ать, не успел его добить. Причем, смотри, он у него какая-нибудь цитил, ребят. Два раза успел сходить. Так, ну, креветы, я думаю, сейчас мы все-таки уничтожим. Смотри, что творили. Вау! Ты серьезно? Он просто взял, ребята, и вырубил мне. Да-а-а. И что же мне здесь тогда делать? Блин, а тут еще и страж. Ё-моё. Слушай, я даже не знаю, что делать будем. Блин, это же будет глушить нас, получается, так? Своим разбегом. Он сейчас будет бить сюда, скорее всего. Ну, вот о чем я и говорю. И сейчас начнут потихонечку тут меня бомбить. Ладно. Надеюсь, сейчас все-таки успею хильнуться. Опять сейчас будет бить. Так, теперь он уже барсика решил ударить. Ты посмотри, что вытворяет, а? Ты посмотри, что они вытворяют. Почему у них такая инициатива бешеная, а? Скажи-ка мне на милость. Так-так. Сможем убить его. Да. А от этого ждем, ребята, оглушения, опять же. Сейчас будет бомбить. Ничего другого я от него и не ожидал. Это последняя причем волна, ребята. Можно, конечно, использовать грушу для отхила. Но я думаю, что мы, наверное, пока перебьемся. Сейчас опять будет кого-то глушить. И это у нас, конечно же, наш шторморез попадает под оглушение. Слушай, нет, мы здесь выиграем. Все, ребята. Так, ну что, крутанем колесо. Заберем с тобой 112 миллионов рыбы. Не очень, конечно, много. Так, я сейчас гляну, мы выполнили, может быть, какой-нибудь... Пока мы тут ничего не выполнили. Единственное, что я могу забрать паки. Но я не хочу их брать. Так, ладушки, переходим. На наше событие нужно допройти. Да я понял, понял. Так, мы здесь забираем пак. Что-то музыка у нас вообще куда-то исчезла. Так, новичок. Ну, неплохо шторморез. 78 карточек. Нормально. На креветы 77. И на крылатый ужас тоже 77. Карточек выпало. Так, поехали. У нас остаются два последних поединка. И награда в конце. Загадочный пак, друзья мои. Загадочный пак. Ну, покажите. Вот. Вот это хорошо, кстати. Это у нас, ребята, хитрицы. Или нет? Это шустрицы, да? Давай начнем. Этого. Созлобного змеевика. Блин, древорубь тут еще сидит. На стреме. Будем надеяться, он сейчас не будет пламенем. Ладно, это терпимо. Блин, надо его уничтожать. А потом древоруба брать. Так, пускай потратит энергию. Ой-ой-ой-ой. Все, ребят, сейчас пламен будет. Сейчас будет пламя. Ладно, добьем здесь. Бомбанем сюда. И хильнемся сразу же заодно. Звук появился, надо же, ни с того, ни с сего. Нет, парень, давай-ка вот это вот не надо нам здесь. Ох, сейчас опять пламенем вжучит. Ребята, давай, наверное, вот так вот сделаем. Это перестраховка. Хотя, ты знаешь, ему все равно крышка. Переходим. Ёк-макры. Смотри, кто здесь у нас. Помнишь этого охламона? Я думаю, что ты помнишь. И ты помнишь, как он жарит своим пламенем. А в наших интересах его как можно быстрее сейчас уничтожить. Водорез еще лезет. Так, тройный удар. Слушай, ну, вырубим мы его. Мы на него дебав повесили. Теперь у него нету защиты. И вот так вот добиваем. Так, водореза я пока трогать, наверное, не буду. Начнем с тройного удара. Мне кажется, барсиков все равно они завалят. Успеют. Это водорез сделает сейчас. Сейчас он уничтожит мне барсика. Но в любом случае, друзья, ему тоже крышка. Даже если он сейчас будет нас печатать, хотя я сомневаюсь. А нет, все-таки будет. Будет блокировать. Ну вот и все. Ну что, очередное колесо заберем сейчас. Где выпадает нам древесина. И последний, ребята, у нас поединок. Последний поединок. Это у нас будет Босяцкий. А вот кто именно будет? Этот вопрос даже меня интересует. Так, две волны, скорее всего, да? Да, две волны. Это у нас тоже мини-босс. Слушай, его окружают очень даже выгодные для нас противники. Это шустрики. Которые очень быстро должны разбираться у нас. Не надо только делать массовую атаку. Повезло. Так, ну что, злобный змеевик. Ай-яй-яй. А, он ускоряется. Я думал, он сейчас будет удар хвостом. Ну, ты знаешь, ускорение тоже как бы мне не особо нравится. Сейчас попробуем его тут как можно быстрее забомбить. Так, выпустил фаербол. Ё-моё, надо бы хильнуться. Вот если мы хильнемся, это будет круто. Так, подожди, 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 стоп. Вот так вот. Ну, что ты там стоишь, смотришь? За своими глазенками зыркаешь? Не зыркай на нас. Так, дебаф. Сейчас, ребятушки, мы его ушатаем. Ну, и смотрим, кто у нас напас... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, этот еще кислотник здесь, прикинь. Так, ну, в любом случае... Блин, я даже не знаю. Наверное, с этого начинать надо. Если он вмажет своим фаерболом, нам мало не покажется. И они сейчас как раз втроем будут ходить. И под этого, ребята, получается, под суперудар, да? Подставляемся. Три энергии. Сейчас вмажет. Нет, ребят, не стал он ничего вмазывать. Давай-ка я, наверное, сделаю вот так вот. А здесь отхилом... О-о-о! Ты серьезно? Я думал, что мы отхилом сможем уничтожить. Ладно. Кривоклык добьет. Кривоклык добьет. Ну, что ты тут? Что ты тут выпендриваешься? Поехали. Ладно, фиг с ним. Сделаем так. Дебаф. Укус. Как он серьезно долго разбирается? Ты посмотри. Промахнулся. А этот добьет сейчас. Так и есть, ребята. Этот добьет нам. Нашего бедного кривоклыка. Давай сделаем, наверное, вот так вот. И на следующей ходке его... В плане. Блин, это хорошо, ребята, прогрузилось. Не вылетая, как говорится, из игры. Сделаем вот так вот. Ну, что ты там стоишь? Пастью своей щелкаешь. Блин, он зеленый. Он... Страж, ребята. Он тяжело будет разбираться. Плюс, я смотрю, он отхиливается. Он как ветрокрыл. А это, наверное, и есть сородич ветрокрыла. Массовая атака, насколько я помню, у него... Или в сон? Нет, не в сон. По-моему, все-таки, ребята, кислота. Да, но мы этого не увидим. Ну что, последний раз крутим рулеточку. Забираем... Опа, еще один необычный пак. Нормально? Два пака. За сегодняшнюю игру. Ну и, соответственно, забираем уже загадочный пак. И охота и сопротивление, ребята, у нас пройдено. Сейчас заберем ежедневку. Давай-ка посмотрим. Так, монеты уодены. Кривет, ужасное чудовище, шепот смерти. Так, ну понятно. Тут еще немножко ресурсов. Еще один загадочный пак. Опять же, монетки уодены. Крылатый ужас, костолом, кривет. Так, немножко ресурсов. Дальше у нас идут два необычных набора. Так, тут ресурсики в основном, да? И много... А, громоножка. Громоножка, ребята, у нас, по-моему, полностью вся потрачена. И мы ее разместим. Естественно, разместим у себя в ангаре. Так, и кто-то там еще у нас. Ага, тайфумеранг. Ну, тайфумеранга мы тоже, ребята, разместим у себя в ангаре. Теперь отправляем нашего беззубика на поиски. Пускай, значит, нам нужны элементы. Я просто не знаю, какие именно нам нужны. А, вот это чисто на обмен идет. Вот оно что. То есть тут... Он может искать не все, что я захочу. Вот это вот я знаю, что он сможет искать. Вот оно что, ребят. Так, отправьте беззубика. Отправили. Забираем награду. И у нас тут еще от Йохана. Только гляньте, кого дракон принес. Йохан, старина, ты где пропадал? Ну, суровые моря нещадно швыряли мой корабль. Я даже пару раз приземлился на свою пятую точку. Не говоря уже о том, что со стороны Олуха сейчас дует ветер войны. Да не могу представить, чтобы честный торговец хотел бы связаться с армией Драга без крайней необходимости. Никакая армия не заставит меня обходить Олух стороной, даже армия Драга. Ради некоторых мест не страшно бросить вызов целой армии. На Олухе живут хорошие люди, и торговля здесь идет бойко. Отправляйтесь на корабль торговца Йохана и приобретите предметов. Сорок штук. Такие имеются... Ну, давай, ладно, вот это вот возьмем у тебя. Фиг с ним. За пять рун. Так, у нас древесина. А, у нас по древесине завал? Слушай-ка, я даже не ожидал, что у нас фул бревна. Тогда, слушай, давай-ка... Подожди, подожди, подожди. Я же вроде кого-то хотел... Кого я хотел отправить на прокачку, если я вообще кого-то хотел? Я вот не помню, если честно. Так, ну здесь понятно, здесь... Так, секунду. Рейдов... А, все. Вернись. Братуха, вернись. Есть. Ребята, еще один дракон у нас. Сто двенадцатого уровня. Сколько он теперь у нас будет добывать? Я вот не знаю, по древесине. Да дофигище. Дофигище. Так, давай, иди обучайся. Что ты тут будешь... И ты тоже... А! Какое тебе обучаться? Ты уже нормально так прокачан. Сейчас, ребята, отправлю всех, кого смогу. Ага. Сколько ты там... Пятьдесят шесть миллионов требует. Все, больше никто не хочет идти на прокачку, да? Блин. Девяносто нужно. Курица не хочет идти на прокачку. Так, этот у нас получил шестидесятый уровень. Шестидесят первый. Шестидесят второй. Отлично. Это мне нравится. Так, расширить академию. Ну, академию пока расширить не смогу. Не хватает у меня, как говорится, ресурсов. Давай еще одну эту заберем. Опа. И награда, ребята. Награда к нам пришла. А это у нас плод мудрости. А дальше, ребята, вкусная награда будет семьсот пятьдесят конфет. Это можно, ребята, сделать вот так вот. Хоп. Нажать, например, и... Вот так вот. И получить эти семьсот пятьдесят сладостей. Пять с половиной тысяч у нас уже рун. И вот так вот можно, ребята, хоп. Потом пятьсот. Это будет уже шесть тысяч, да? Шесть тысяч. А нам нужно восемь тысяч. То есть, есть, ребята, у нас вполне хорошие шансы на то, что мы приобретем нашего эпического дракона. Я уже забыл, кто там у нас в сезонном наборе. А это у нас мрачный шип. У меня его нету. Поэтому он нам обязательно нужен. Он нам обязательно нужен. Ну, и правильно, как я уже повторяю себе, вы сказали, надо расширять территорию. Ну, какую именно? Три четыреста нужно. Да, очень много надо. И самое удивительное, что у нас столько дерева. Я даже не знаю. Ах, академка. Ну, да. И, слушай, мы же можем, по-моему, за... Да? Мы можем за древесину отправлять. Сколько ты нам приносишь? Сорок четыре. Ладно, фиг с ним. Хотя, подожди. Тут, по-моему, есть... Где-то же вроде бы... Кривет. Нет, кривет за рыбу чистая. А ты что у меня тут стоишь? Так. Дай-ка я кое-что гляну. Я могу купить себе набор... Ага. Нет, нельзя, ребят. Не хватает. Чуть-чуть. Капельку не хватает монет Одина. Плохо. О, шепот смерти. А ну-ка, вернись. Давай-ка, лети. Сотку железа мне зато принесет. Да, ребят. Ну что, у нас следующее событие будет доступно... А, не через 11 часов, а через 16. Я думаю, что завтра... Завтра мы его и пройдем. Ну, а на сегодня я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.